Председатель местного совета города Чидерлунга, недавно избранный на этот пост, начал свою работу с приема граждан. Константин Келиш решил разгребать завалы человеческих бед и проблем каждый вторник. В основном это проблемы городские, будем так говорить. И были по фазендам, по вопросу бродячих собак было, по нашему вещевому рынку, который, к сожалению, до сих пор не можем запустить. Стараемся это сделать. Говорят, под лежачий камень вода не течет. Вот что-то надо делать. Особой очереди на приеме у председателя нет. Приходят люди, которые еще верят ему как человеку или желают получить информацию с первых рук. Я пришла только по вопросу к человеку насчет общественной организации. Но я уважаю этого человека как человека. А вы ответом удовлетворены? Да. Поделиться со своими бедами и социальными трудностями спешат немногие. Во-первых, не все горожане владеют информацией о приеме граждан. Во-вторых, как выяснилось, есть люди, которые уже не верят власти, хотя проблемы у них есть. Вы в курсе, что председатель городского совета Келеш Константин Васильевич по вторникам принимает граждан по личным вопросам? Я не в курсе, например, не слышала никогда. Мы в совхозе живем, там дорога на мясо, комнату вообще плохо. Электричество, как дома, у нас на улице нигде свет не горит. Нигде темнота, дух, прямо страшно. Вы в курсе, что у нас председатель городского совета принимает граждан по личным вопросам во вторник? Ну, честно говоря, нет, потому что у меня нет никаких личных вопросов. У нас так же, как у вас, обстоит плохо. Извините, я тороплюсь. Что-то не сделает? Все равно не сделает. Что, первый раз, что ли? Мы уже который год добиваемся, чтобы наш подвал в доме, вся канализация со всех стояков дома течет в подвал. И у председателя были, у Бузаджи. А примар говорит, меня народ выбирал, я никому не подчиняюсь. Мы с работы идем после второй смены, вот с этого. У нас света нет по всей улице. И грязь по матросам. За месяц приема председатель городского совета принял около 30 горожан. По некоторым вопросам будут подготовлены запросы. Для решения других потребуется привлечь соответствующие структуры. А некоторые и вовсе решались на месте с помощью одного телефонного звонка.